Польза пищевой соли для организма человека Давайте разберем полезные свойства пищевой соли, где они используются и какова их роль для организма, соль или научным названием. Натрий и хлорид играет большую роль в речеварительном процессе и в кислотно-щелочном балансе нашего организма. Так, при помощи хлора вырабатывается фермент амилаза, который помогает усвоению углевод содержащих продуктов и образуется желудочный сок. Хлор стимулирует работу нервной системы и участвует в жировом обмене. Натрий регулирует соотношение кислоты и щелочи, поддерживая тем самым водный баланс, функционирует в проведении нервных импульсов и мышечных сокращениях. Участвует в транспортировке кислорода, тем самым исключает возможность образования тромбов и аминокислот. Использование пищевой соли в медицине Все капеллиницы в больнице делают на физрастворе, а это же обычный раствор пищевой соли. Физраствор имеет самое широкое применение в лечебных целях. Использование пищевой соли в народной медицине При простудных заболеваниях дыхательных путей водным солевым раствором промывают полос носа и полоскают горло. Прогревают прокаленные на сковороде солью пазухи носа. Делают ингаляции при заболевании бронхов. При отравлении солевой раствор выводит токсины и компенсирует потери жидкости организма при заболевании десен и зубной боли. При укусах насекомых снимает зуб и отек при лечении остеохондроза, ревматизма и артрита при ушибах, головных болях и т.д. Использование пищевой соли в косметологии Соль в составе с другими компонентами очень популярна в проведении косметических процедур. Ее используют для приготовления скрабов для лица, очищающих туников и масок, лосьона против прыщей для всевозможных ванночек. Связано это с антисептическими отбеливающими свойствами соли, с насыщенным содержанием минералов, макро- и микроэлементов в ее составе. И способностью избавлять кожу от лишней влаги и жира. Вред пищевой соли для организма человека Так в чем же вред пищевой соли? Во-первых, повышается кровяное давление из-за чрезмерного потребления соли, что может привести к инсульту и инфаркту. Во-вторых, закупориваются протоки и жидкость не может покинуть клетки, что ведет к появлению отечности. В-третьих, соль выводит кальций из организма основной компонент костной ткани. В-четвертых, чрезмерное количество соли утяжеляет работу почек, вызывая различные виды и заболевания. В ряпах в сутки из организма выводится 3-4 грамма соли, все остальное откладывается в тканях суставов. В-шестых, привычка подсаливать еду приводит к нарушению чувствительности вкусовых рецепторов суточная норма пищевой соли в день для человека. Употребляйте соли в нужных количествах.